Микс Ньюс. Все-таки, насколько вам кажется, что возможно все эти три формы, не знаю, скрестить, объединить усилия? Кто-то там, не знаю, хочет протестовать в рамках закона, пожалуйста, петиция, дополнительное обучение с финансированием. Это возможно или каждый идет своим путем, своей дорогой? Ну, во-первых, мне хочется отметить, что недавнее, еще до Нового года, за неделю или за две, была прямая линия господина Ушакова. Да. На фейсбуке задавали вопросы, и господин Ушаков, между прочим, поддержал петицию Дениса Бартецкого за сохранение билингвального образования. Поэтому, как бы, в этой рамке никаких, ну, противоречий, ну, как бы нет. Это раз. Второе, по поводу объединить усилия, никто не против усилия объединять. Я считаю, что все хорошо, и уличные протесты хороши какой-то своей задачей, и достижение каких-то целей. Но я, например, на сегодняшний день не вижу решения проблемы этой другими способами, потому что у нас нет политической воли. Я хочу сразу оговориться, да, и сказать, что я, конечно, за двумя руками на возвращение полного образования на родном языке. Да, но на сегодняшний момент... Надо быть реалистами, да? Да, в политической ситуации я просто не вижу конкретных возможностей без политической воли определенной вернуть это все назад. А также нету никаких таких законных инструментов, которые бы позволили раз и все вернуть в начальное состояние.